Техцентр ОМЗАП, долгопрудный, Киа Махав, привезли его к нам на эвакуаторе. 2023 год, пробег 750 километров, двигатель D6, 3 литра дизель. Как я уже повторюсь, пробег 750 километров. Вы, наверное, спросите, почему он прибыл к нам на эвакуаторе все-таки. А история здесь такова. Как раз 750 километров, это, наверное, выкатали полный бак снова в автомобиле. Пришло время заправиться. И вот в то самое время, когда пришло заправиться, сюда заправили полный бак бензина. Далее продолжили движение, проехали буквально 10 километров. Далее двигатель стал работать неустойчиво. Пришло осознание, что там бензин. Двигатель заглушили, эвакуатор к нам. Как так произошло, что сюда залили бензин, ну, это остается загадкой, да, автовладелец нам подробностей не рассказал. Но это, в принципе, не сильно уже важно. Наша задача отремонтировать данный автомобиль с минимальными затратами, да. Удастся ли это сделать, будет понятно уже в процессе ремонта. Да, ну, я добавлю, у тебя есть два пути здесь. Незначительные затраты это, по-моему, почистить, снять бак, слить. Да, да. Либо уже глобальный путь, там, ремонт форсунок, ремонт ТНВД и, опять же, промывка всей системы. И все будет зависеть, в конечном итоге, от того, насколько долго эксплуатировался он на бензине, правильно? Да, да. Ну, если верить словам, там, порядка десяти километров, скажем, шансы есть. Это около предельного значения. Да, шансы есть. Будем надеяться, что все хорошо, да. Загоняем, смотрим. Вот мы и сняли, собственно говоря, бак. Это вот количество топлива, которое мы слили. Порядка здесь восьмидесяти литров. Заливать будем, естественно, после того, как все промоем, хорошенько зальем. Здесь топливо уже, как это должно быть. Не так, как сделал владелец данного автомобиля. Это была на минуточку женщина. На заправке решила самостоятельно заправить своего коня, скажем так. Ну, и немножко ошиблась. И залила бензин. Последствия чего теперь мы наблюдаем. Здесь у нас осталось снять еще топливные магистрали. Они здесь идут вдоль рамы. Их также все промоем, продуем. Фильтр топливный мы уже заменили. Это новый оригинальный фильтр. Это родной фильтр. Что хотелось бы показать. При замене фильтра мы сливали отстой. Отстой мы обнаружили следующее. Вот такое количество металлической пудры. Стружки. Но, скажем, не самое ужасное, что мы видели. Поэтому будем действовать, наверное, следующим образом. Изначально все-таки все мы помоем. Попытаемся запустить мотор. Если же он запустится, прогреем двигатель, прокатимся. Проверим компьютером все параметры. Если все хорошо, то данному клиенту очень повезло. Если же проблемы будут продолжаться с мотором, либо будут отклонения по топливной системе при проведении диагностики, тогда уж здесь предстоит ремонт топливной аппаратуры. Никуда от этого не деться. Посмотрим, какое у нас давление топлива на старте. Давление топлива с небольшой задержкой. Но мотор все-таки запустился. Это уже хорошо. Так, ну что, далее сейчас будем проводить тестовые проверки. Осмотрим двигатель. Если же не будет глохнуть, ошибки все скинем. Поедем на тестовую поездку. Добавлю, что когда нет значительных скачков давления топлива в рампе, это значит, насос работает хорошо. Прокатимся, посмотрим. Да, все, да, сейчас поедем кататься, смотреть, как он себя ведет на дороге. Новый автомобиль, да? Да. Приятно на новой машине приездить? Конечно, приятно. А как же? Запах, который бывает только в новом автомобиле, да? Да. Который, к сожалению, достаточно быстро проходит. Но здесь за 749 километров витает еще в воздухе. Так, очень далеко не поедем. Мало ли, чтобы нам не вспотеть, толкать его. Да, все в принципе. Мне кажется, все будет хорошо. Да, я тоже думаю. Сейчас посмотрим еще на вибрации, на шумы и на... Троить, не троить обычно, да? Бывает такое, что эти форсунки, когда она начинает... Бывает, да, под нагрузкой, под нагрузкой начинает. Может, или двигатель протраивать, или треск появляется. Поэтому нужно ехать нормально. Поехали. Пол. Да, по приемистности все отлично. Никаких нареканий нет. Хороший мотор все-таки они сделали, единственное. Да. Недоразумение с экологическим классом вышло небольшое. А так? Корейцы молодцы, можно их похвалить. Ну да, основное, что мы на них делаем, да? Вопросы по экологии. Периодически с раздаткой, да? Там, то сальник потечет. Ну, в принципе, все. То толчки небольшие, да. Подвески на них, ну, вот в данном кузове, ни разу не ремонтировали. Ну, не считая колодки, диски. Понятно, это расходник обслуживание. Да. То есть, в принципе, больше ничего. Так. У меня вообще такое впечатление, что он вот этот 3 литра едет лучше, чем рейндж-ровера, который 4.4. Ну, вот так вот, видно, как бы я сейчас сижу, и по ощущениям, конечно, не знаю, как по времени там он поедет. Но она будет больше. Да, они дуются очень много. Да, да, очень хорошая. Аидова, сколько там номинальное значение? От 1,8, что-то там до 2,2, 2,4. Да. Так, ну, что? Сейчас можно сделать какое-то резюме. Резюме здесь банальное, да? Будьте внимательны, заправляйтесь нужным топливом. Это важно для дизельного автомобиля, это важно. Если в бензиновый без ПНВД налить солярку, ну, это как бы не критично, скажем. Ну, и да, здесь опять же было принято правильное решение, да, что когда пришло осознание, что залили не то топливо, что двигатель только-только стал там немножко протраивать, вести себя не так, как обычно, двигатель сразу же заглушили и привезли в сервис, да, к нам. То есть, ну, вполне могло бы быть и так, что хозяин автомобиля принял бы решение доехать до сервиса самостоятельно. Ну, я думаю, если бы это было так, здесь по-любому бы вся топливная система пострадала и очень хорошо. И здесь бы не отделались, не отделались бы мы просто профилактикой, чисткой, мойкой. Тут бы был уже конкретный ремонт. Так, ну, что тут еще добавить? Добавить больше нечего, наверное, да. Будьте внимательны, любите, ухаживайте за своим автомобилем. Да, удачи на дорогах. Хорошего вам топлива. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!